Дмитрий Флорин Деньги нет Давайте не будем врать самим себе Все это намного банальнее Я понимаю, что есть горстка упоротых на всю голову Которые реально едут в Украину добровольно часто Чтобы воевать с некими неонацистами Среди них даже есть те, кого с 14 года на Донбассе Там не до конца поубивало Отсюда и поговорка, кстати Не всех больных в войну убило Но в большинстве случаев россияне едут на войну за деньгами Им пообещали, они едут На войну убегают в том числе и от нищеты И без перспективности в своей жизни Потому что вот живет какой-нибудь Вася в своей деревне Вся его жизнь это пьянки, драки, да ненавистная работа за копейки И надо быть пророком Чтобы понять, что особых изменений в его жизни больше в принципе и не будет А тут вот это Вот это вот стать частью чего-то большего О чем всегда говорят по телевизору А главное обещают деньги Причем столько, сколько он в своей жизни никогда не видел И скорее всего больше никогда в жизни-то и не увидит Решено Я патриот, я против фашизма Война народная, деда воевали Вот это вот все Даже форму сам себе куплю Спальник, купите себе черный пластиковый пакет по размеру Потому что на похороны вам не скинутся И денег вам боевых ваших не заплатят Еще раз, как в предыдущих выпусках программ Я скажу, все это уже было Да, в Чечню Во время войны На вот это вот наведение конституционного порядка А потом на эту контртеррористическую операцию Ехали исключительно за деньгами Думаете, как будто там не похороны То, что там в этой Чечне творится До 90% населения до 95-го года вообще не знали о ее существовании Или вообще где она там находится Да, многие и сейчас не знают Всем было по барабану, что там происходит Просто за это платили деньги Появилось слово Боевые Поехали Что делают российские власти сейчас? И тогда делали На живца и с прикормкой Они сначала дают деньги Хорошо дают Так, чтобы все видели, что приехавшие с войны Просто спиваются, сходят с ума от шальных денег Покупают, разбивают машины И не расстраиваются Мала несет дальше Про покупки квартир, домов и так далее Таким образом Самым востребованным рабочим местом для россиян В начале любой войны Становится война Далее схема МММ Дивиденты получают самые первые И лишь некоторые из последующих Деньги платить перестают Хотя на бумаге они как бы платятся Но идиоты все равно врутся в бой Потому что, ну, все же как бы, ну, заплатят, наверное Он же умный, удачливый Это только лошары не могут свои деньги получить В конце концов, люди созревают до обращения в суд И тогда начинают отвечать на себе всю прелесть государства российского Когда отношение к ним со стороны госорганов Он становится как к скотине, которая незаконно просит добавки корма Незаконно И снова скажу Я знаю, о чем я говорю За последний коммунировок в Чечню Это было больше 20 лет назад За свои боевые я судился 8 лет Три судебных заседания Кипы бумаг, издевательства, унижения Да, в какой-то момент хотелось приехать в специальное отделение федерального казначейства На Таганской площади в Москве просто с гранатой Вы никому не нужны Будете спрашивать за свои деньги Поймите, что ли государство Вы мусор, отходы Гниющее, пушечное мясо, выжившее по случайности На днях, кстати, завели уголовное дело против одной россиянки Жены воюющего в этой вот специальной выродковой спецоперации За дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации Она писала в соцсетях, что их мужьям не платят деньги Ты воюй в ванне бесплатно, без обеспечения, в грязи, в снегу, голодный, больной А жена твоя будет сидеть дома в тепле и сытости В следственном изоляторе, до суда А потом в другом месте, тоже не столь отдаленном И знаете, тут ничего нового Женам наших бойцов, когда мы ездили в Чечню, тоже не выплачивали наши деньги Сначала перед отправкой нам давали некий образец доверенности Чтобы родственники могли получать деньги, когда мы находимся на войне А когда мы уезжали, этим родственникам говорили Знаете, а у вас доверенность, форма изменилась Мы не можем по этой доверенности вам дать Изменилось все И те, кого уже кинули с деньгами, знаете вот сейчас Где ваши деньги? На счетах различных ведомств От Минобороны и МВД до бухгалтерии, воинских частей и районных подразделений УВД Как это было у нас Они работают ваши деньги, без вас Их на вас, как и на нас, эти деньги списывают миллиардами Вы подыхаете, ваших жен сажают, а ублюдки в больших погонах Ищут куда бы еще впихнуть эти огромные шальные суммы Служи дурачок, получи значок А убьют, мы в честь тебя плакати в твоей школе нарисуем Герой ты наш А знаете, что еще бьет по глазам? Когда российским пленам дают позвонить домой И в большинстве случаев разговор с родственниками Которые находятся в России Свойство к тому, что Ваня, нам за прошлый месяц денег еще так и не перевели За тебя Одна россиянка, которую призвали сына Давала интервью и рассказывала, как вместе с сыном Добровольцами пошли на фронт ее брат и муж Прикиньте, это же три потенциальные белые лады Калины Но только потенциальные Потому что вас кинут, я еще раз повторю, все это уже было Не будьте совсем конченными идиотами Как в том анекдоте Какой хитрый человек взятку обещал, но не дал Думайте Слава Украине Переможем